Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Неделя города на ваших экранах и мы расскажем о том, что интересного произошло в городе последние пять дней. Стабильный низкий уровень преступности и благоприятный социальный климат в регионе. О результатах коллегии УМВД по Рязанской области расскажет Максим Васильев. Синдром пупушки. Злостными неплательщиками алиментов становятся не только мужчины. И больше об этом знает Валерий Хедов. Русский авангард в оригинале. Представители бубнового валета. Из частной коллекции. В сюжете Марина Романюк. Новость с пометкой «Молния». Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал постановление, по которому с 28 января этого года вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков освобожден от занимаемой должности с формулировкой «по собственному желанию». Об этом сообщает телеграм-канал Рязанская область. Также прекращены полномочия советников экс-вице-губернатора Арнольда Грынина и Владимира Арцебашева. «Уровень преступности в Рязанском регионе стабильно – один из самых низких в ЦФО. Во многом благодаря вашей ответственной и профессиональной работе этот результат будем закреплять», заявил губернатор Рязанской области на итоговой коллегии МВД. «Создание благоприятного социального климата – задача первоочередная», добавил Николай Любимов. Статистика преступлений за прошлый год не может не радовать силовиков. Тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше на 11%. Остальные цифры у Максима Васильева. Снижение преступности в Рязанской области – главный тренд прошлого года. В абсолютных цифрах убавление, конечно, небольшое, всего на 227 пунктов, но здесь важно не это, а общий вектор вниз. Понятно, что прошлый год общественность, да и злодеев, тоже пугала пандемия, но факта улучшения профилактической работы она не отменяет. В прошлом году в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией полицейские активно участвовали в проведении контрольных рейдов в общественных местах и на транспорте. В этом году они продолжаются. И, конечно, без вашей работы мы бы не смогли убедить большинство нашего населения в том, что необходимо соблюдать те ограничения, которые были установлены Роспотребнадзором и правительством области. Остальная криминальная математика статична. Раскрываемость почти 60%, уже больше системность, чем удача, в том числе и по борьбе с организованной преступностью, уступают позиции другие категории в Центральном федеральном округе Рязань в тройке лидеров. По общей раскрываемости третье место по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений в регионе существенно меньше совершено преступлений против личности на 11%. В том числе такие, как умышленные причинения тяжкого предотвращения почти на третий. А также преступления против собственности. Из них особенно заметны разводы, пробежения, кражи. Почти на третий меньше совершено преступлений с применением оружия. Особый повод для гордости – пресечение массового распространения наркотиков. В первую очередь через интернет. Ликвидация двух межрегиональных групп по сбыту – «Марио-24бис» и «Юпитер» – отправила на скамью подсудимых 45 наркодилеров, включая 8 организаторов. Госавтоинспекторы тоже могут занести прошлый год себе в актив. Всех ДТП в Рязанской области стало меньше на 15%, на 17% с участием пьяных водителей. Немаловажное значение здесь за качественными дорогами. Региональные власти обещали в этом году ситуацию улучшить. Максим Васильев, телекомпания «Город». Обычно злостными неплательщиками алиментов становятся отцы. Уходят из семьи, оплатить деньги на воспитание ребенка забывают. Но порой бывают и противоположные ситуации. Так, мать несовершеннолетних детей в Клебяковском районе задолжала около миллиона рублей. У рязанских судебных приставов произошло новогоднее чудо. В праздничные дни в районное отделение пришла женщина, которая задолжала алиментов на почти миллион рублей. Притом содержать она должна была не ребенка, а именно детей. Но мать решила поступить по-другому, иначе не скопился бы такой огромный долг. Ее уже объявили в розыск, когда мать решила явиться сама. В ходе беседы женщина пояснила, что знала о своей обязанности выплачивать алименты, но пришла на прием к судебному приставу только после того, как узнала от родственников, что ее объявили в розыск. Кроме того, должница отметила, что на сегодняшний день трудоустроена в Москве и планирует выплачивать денежные средства. Эту женщину региональное управление Федеральной службы судебных приставов объявило в розыск в прошлом году. Сотрудники сказали, что добиться ее прихода удалось благодаря широкому освещению дела. Судебные приставы подчеркивают, что благодаря публикациям в средствах массовой информации удалось привлечь пристальное внимание общественности и принудить должницу прийти самостоятельно. На сайте ведомства регулярно публикуются имена и фотографии злостных неплательщиков алиментов. Управление просит граждан, которые обладают сведениями о местонахождении таких лиц, обращаться в тяжелую часть. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. Рязанские полицейские закрыли подпольный игровой клуб. Он находился в нежилом помещении на улице Горького. К организации горного бизнеса оказались причастными две рязанки. Вход в нелегальный игорный клуб был оснащен системой видеонаблюдения. Внутрь можно было проникнуть только после звонка на специальный номер телефона. Были предприняты другие меры конспирации, но они не помешали сотрудникам полиции войти в помещение и зафиксировать признаки организации незаконной горной деятельностью с использованием электронного оборудования. Правоохранители изъяли 8 комплектов компьютерного оборудования, с помощью которого для посетителей за деньги запускалась специальная программа. Техника была направлена на экспертизу, которая установила. Комплекты предназначались для организации азартных игр. Оперативники УИБ ППК установили, что к организации горного бизнеса причастны 38-летняя и 48-летняя рязанки. Результаты экспертизы и собранные полицейские материалы были направлены в следственный орган Следственного комитета России по Рязанской области, который возбудил уголовное дело по части 2 статьи 171.2 Уголовного кода Советской Федерации «Незаконная организация и проведение азартных игр». По ней присмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Олеся Котровская, телекомпания «Город». Цензура в социальных сетях и индексация выплат. По сравнению с январем, месяцем, когда законодательных новинок действительно много, в феврале изменений в законах гораздо меньше. Однако среди них немалозначимых. С 1 февраля 2021 года нельзя будет выразить свое мнение в социальных сетях, если в нем есть мат. И это только один из пунктов. Закон предписывает администрации соцсетей самим блокировать посты с незаконным контентом. Туда входят и данные об изготовлении и использовании наркотиков, и даже реклама о дистанционной продаже алкоголя и интернет-казино. Касается закон и информация об оскорблении органов власти и государственных символов страны, призывы к массовым беспорядкам. А вот про санкции для тех, кто удаляет такие посты, откажется, информации нет. С февраля пройдет индексация соцвыплат, пособий и компенсаций. Традиционно правительство определяет процесс индексации в январе на основе процента инфляции. Изменится сумма выплат ветеранам боевых действий, людям, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий, инвалидам, семьям с детьми, героям СССР и России, героям труда и другим. Увеличится и размер денежного эквивалента набора социальных услуг. Его можно получить как в денежном, так и в натуральном виде. Если говорить о натуральной форме, то в составе набора социальных услуг находятся такие услуги, как предоставление бесплатных медицинских препаратов, предоставление возможности бесплатного санаторно-курортного лечения, также предоставление возможности бесплатного проезда на транспорте, пригородном, железнодорожном, к месту лечения и обратно. Денежный эквивалент набора социальных услуг с 1 февраля 2021 года составит 1211 рублей. Выплаты и пособия проиндексируются на 4,9%. Формально он пока не утвержден, но по сообщениям СМИ это бюрократическая формальность. В новом месяце будет сложнее изменить и конструкцию транспортного средства. Теперь необходимые для выдачи разрешения документы должны быть зарегистрированы в специальных реестрах. Речь о заключении предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства и протоколе проверки. Другие важные изменения, которые ждут всех в феврале, это специальные стандарты к восстановленному молоку. Порядок вступления в силу нормативных актов будет либо с 1 марта, либо с 1 сентября. А также изменится перечень обязательных реквизитов кассового чека для индивидуальных предпринимателей, которые применяют специальные налоговые режимы. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани стартовала декларационная кампания. До 30 апреля отдельные категории граждан должны отчитаться о доходах, которые они получили в минувшем 2020-м. Если продали машину или квартиру, то следует отчитаться о своих доходах. Так гласит декларационная кампания 2021. Традиционно она стартовала в начале года. Теперь до 30 апреля следует отчитаться о своих доходах в 2020-м. Сделать это нужно не всем. Есть необходимость отчитаться о доходах в случае получения выигрыша в лотерею. Кроме того, получение доходов от продажи доли в уставном капитале организации. Это также получение объектов имущества в дар от лиц, не являющихся близкими родственниками. В случае сдачи в аренду квартиры или другого имущества. Это также ситуации, при которых налогоплательщик должен до 30 апреля у нас отчитаться, подав декларацию формы 3НДФЛ. Есть и тонкости. Например, при продаже автомобиля, который был в собственности более 3-х лет, подавать декларацию не обязательно. Продажа недвижимого имущества, квартиры или гаража. Минимальный срок владения здесь может быть 3 года или 5 лет. Но есть 4 ситуации, когда смотрят на минимальный 3-х летний срок владения. Первое. Сам объект недвижимости получен либо по договору дарения, либо в наследство от близких родственников. Вторая ситуация. Он получен в результате приватизации. Третья ситуация по договору ренты. И четвертая ситуация. Это как раз у нас новшество этого года. В случае, если продается единственное жилое помещение налогоплательщика. Есть еще важная деталь, о которой следует знать. Теперь налоговые органы могут сами исчислять НДФЛ в случае, если налогоплательщик не подавал декларацию 3НДФЛ при продаже недвижимости. Это означает, что сумма налогоплательщика будет исчислена по простой стандартной формуле. Берется 70% кадастровой стоимости объекта, который у нас продается, объекта недвижимости. Вычитается 1 миллион необлагаемый вычет налоговый. И эта сумма умножается на 13% вставка НДФЛ. То есть здесь мы говорим о том, что никакие дополнительные расходы налогоплательщика учитываться не будут, поскольку такой информации у нас нет. Декларационная кампания касается также нотариусов и адвокатов с частной практикой, индивидуальных предпринимателей и других. Наравне с ними они должны отчитаться по форме 3НДФЛ. Но есть и исключения. Так, дедлайн 30 апреля не распространяется на получение налоговых вычетов по НДФЛ. Например, в связи с покупкой жилья. Для их получения направить декларацию можно в любое время в течение 2021 года. Предоставить декларацию о доходах формы 3НДФЛ можно и онлайн через сайт ФНС России. Автомобильный знак «Инвалид», необходимый для разрешения на бесплатную парковку транспорта, которым пользуются люди с ограниченными возможностями, перестал действовать с 1 января 2021 года. Теперь оформлять парковку для льготников можно с помощью электронных сервисов, внеся данные в систему Федеральный реестр инвалидов. Правила парковки для людей с ограниченными возможностями с этого года меняются. Отныне знак «Инвалид» просто так не работает. Сделано это для того, чтобы искоренить мошенничество со стороны лиц, не имеющих инвалидность, а просто купивших знак. Если раньше людям с ограниченными возможностями необходимо было получать знак в бюро медико-социальной экспертизы, то теперь все проще. Необходимо просто внести свой автомобиль в реестр, чтобы данные оказались в ГИБДД. Знак «Инвалид» будет теперь работать только для тех, чьи транспортные средства внесены в этот реестр. Подать заявление об оформлении бесплатной парковки на транспортные средства, перевозящие гражданина с инвалидностью, можно тремя способами. Первый способ – это через портал государственных услуг Российской Федерации. Второй способ – через личный кабинет в Федеральном реестре инвалидов, сокращенно во ФРИ. И третий способ – это лично обратившись в многофункциональный центр. На данный момент, с учетом эпидемиологической обстановки, прием осуществляется по предварительной записи. Важно указать номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. Данные о транспортном средстве можно в любое время изменить. Актуальными будут считаться сведения, поданные последними. Внесенная информация появится в Федеральном регистре уже через 15 минут. Одновременно за одним гражданином с инвалидностью может быть закоплено только одно транспортное средство. Но также важно отметить, что одно транспортное средство может быть закоплено сразу за несколькими гражданами с инвалидностью. Фактически оформить бесплатную парковку для людей с ограниченными возможностями можно даже для такси. Выпавшие в середине января обильные снегопады стали настоящей проблемой для коммунальных служб, особенно в населенных пунктах за чертой города. Для того, чтобы ответственные за своевременное приведение занесенных снегом дорог в порядок выполняли свои обязательства, ситуацию под контролем приходится держать прокурорам и сотрудникам ГИБДД. Ежедневно в течение зимнего периода прокуроры районов выезжают в населенные пункты и просматривают автомобильные дороги. Хорошо ли почищены проезжие полосы, не образовались ли колеи и нет ли снежных валов рядом с пешеходными переходами. А такие нарушения встречаются сплошь и рядом. С этой проблемой сталкиваются жители недалеко расположенных от областного центра населенных пунктов. В настоящее время мы находимся в селе Дубровиче Рязанского района Рязанской области. Прокуратура Рязанского района по поручению прокуратуры области ежедневно проводится мониторинг автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рязанского района. Фотографии нарушений сделаны, факт запротоколирован, далее устанавливают ответственных за порядок на этом участке лиц и им вносятся представления. После прокуроры проверяют, как устранены нарушения. 11 января 2020 года прокуратурой района по данной улице было внесено представление главе сельского поселения Дубровического в связи с тем, что на данной автомобильной дороге были выявлены просадки, колейности и зимняя скользкость. В отдаленных районах региона за нарушениями также тщательно следят. Вот видео из Александра Невского. В результате своевременно принятых мер прокурорского реагирования выявленные нарушения устранены в кратчайший срок. В ходе проведенной проверки информации, размещенной в группе Александра Невской социальной сети ВКонтакте, прокуратура района совместно с сотрудниками ГИБДД установлен факт формирования снежных валов на участке автомобильной дороги межмуниципального значения на расстоянии менее 15 метров от пешеходного перехода, расположенного в непосредственной близости от школы. В связи с выявленными нарушениями прокуратуры района в адрес руководителя Дорожной организации ООО ПМК-11 внесено представление, которое находится на рассмотрении. Также в отношении указанного должностного лица возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, которые находятся на рассмотрении. Согласно ГОСТ, формирование снежных валов на улицах не допускается ближе 10 метров от пешеходного перехода. В Касимове по результатам проверки в январе выяснилось, что основные нарушения по очистке дорог связаны как раз с нерегулируемыми пешеходными переходами. В соответствии с статьей 12 Федерального закона о безопасности дорожного движения, содержание дорог на территории Российской Федерации должно обеспечивать безопасность дорожного движения. Установленным законодательством требований, в том числе и требованием ГОСТов предусмотрено, что обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании возлагается на лиц, осуществляющих содержание автомобильных дорог. Возле многих прокуроры города Касимова обнаружили сплошные снежные валы, что создает угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий. По фактам выявленных нарушений Касимовской межрайонной прокуратуры в адрес руководства Касимовсервис внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений, которые находятся на рассмотрении. К нам в редакцию обратилась супруга умершего недавно ветерана боевых действий Виталия Земши из города Рыбное. По словам женщины, прямо во время похорон кто-то забрал себе подушечку со всеми боевыми наградами героя-десантника. Орден мужества, медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, медаль за отвагу. От этих наград у Елены Евдокимовой, вдовы героя горячих точек Виталия Земши, остались только удостоверения. Сами боевые регалии исчезли, как утверждает женщина, при таинственных обстоятельствах. Ветеран ВДВ скончался 8 января от коронавируса. Инцидент с пропажей случился прямо на кладбище. Все ордена и медали были на красной подушке. Я за ней смотрела за подушечкой, потом вместо подушечки почему-то венок оказался. Она никуда не могла упасть. Я бросала землю, в какой-то момент я отвернулась. О том, что это была банальная кража, Елена Евдокимова думать сегодня не хочет. Хотя и написала заявление в полицию. Ей эти ордена и медали сегодня важны не как наследство, а как память о героическом прошлом ее мужа. Люди, верните, пожалуйста, эту подушку ради Христа. Она достойное место должна занять в музее. Это память о нем. Понимаете, это его память. Полицейскими криминальный подтекст был отвергнут практически сразу. Дело в том, что Елена Евдокимова – вторая жена Виталия Земши. От первого брака у него есть сын и дочь, которые тоже были на кладбище. Важный момент. Медали нашлись. Они просто поменяли владельца. А официальный ответ МВД Паризанской области сомнений в их местонахождении не оставляет. Звучит он так. Сотрудники полиции проверили данную информацию о пропаже орденов и медалей и выяснили, что награды находятся у сына покойного. Теперь доказательство прав на них – область гражданских взаимоотношений. Наверное, будет правильней отправить их в музей, но это решение и первая семья героя, и вторая должны принять вместе. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». А это новость для тех, кто решил окончательно попрощаться с Новым годом и убрать из квартиры главный символ – елку. Не спешите нести ее на помойку. В частной конюшне местечка Истопники Рыбновского района есть предприятие по переработке хвойных деревьев, причем натуральное. Местные обитатели считают елки настоящим деликатесом. Остается только чистая веточка. Мы, собственно, вот нам привозят вот эти елки. Все, что звери обголодали, у нас потом рубится и в печку отправляется. То есть безотходное производство. Кролики, доедающие ушедший год, в этом удивительном месте уже никакая не экзотика. Хвойные иглы уплетают за обе щеки и старый млад, причем вне зависимости от породы. Вот этот огромный француз, например, посмаковать веточкой готов всегда. Их кормят обычно раз в день, но на зеленый деликатес ушастые реагируют и днем, и ночью. Узнали о таких нетривиальных предпочтениях кроликов, кстати, совсем случайно. После зимних праздников оставалась елочка, мы как-то вот просто машинально натлонил веточку и как бы шутя вот так вот дал попробовать. И все, с этого началось. Да что там кролики? К колючему лакомству пристрастились все обитатели местной конюшни. А их здесь немало. 16 лошадей, 7 кот, 7 гусей и все гурманы. Совсем юные козлята предпочитают съедать все. О том, что это, наверное, вкусно, начинает догадываться и местная кошка. Но она пока не пристрастилась. Хвоя очень полезна для сельскохозяйственных животных. В частности, раньше во всех лесхозах были цеха по переработке хвои в витаминную муку. И эту витаминную муку добавляли на фермах в корм у животных. И лошадей, и коров, и так далее. Куром сыпали. Хвоя, она содержит очень много витаминов. А, С, Е, очень много аминокислот. И по составу хвоя богаче, чем молодая трава майская, июньская. Такой постновогодний аппетит вполне оправдан. На ферму приносят новогодние елки отовсюду. И местные жители, и коммерсанты. Цена одного экземпляра в магазине около 600 рублей. Здесь сегодня шутят, что кормят тутошнюю фауну почти золотыми деликатесами. Раньше у нас как-то получалось, что хвоя попадала к нам спорадически. То есть где-то там кто-то знакомый одну елочку привез. И вот у нас весь табун на эту елочку бросается. Сейчас к нам привозят машинами. Поэтому животные до весны с витаминами. И мы довольны людям хорошо. В Истопниках сегодня готовы принимать любой объем новогодних символов. Разве что не массово. А по предварительной договоренности. Местные братья с зимним витамином будут рады. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания, город. Коллекционер Валерий Дудаков не впервые выставляется в Рязанском художественном музее. Эксперт мировых аукционов, поэт и писатель, популяризатор отечественного искусства, он, кроме прочего, является ведущим собирателем произведений русского авангарда. Эпатажное название «Бубновый валет» на языке картежников означает обманщик, плут, на языке гадалок молодость и горячую кровь. А в теории искусства это объединение художников начала 20 века. Валерий Дудаков, известный коллекционер, обладает богатейшим собранием работ представителей направления. Часть коллекции приехала в художественный музей имени Пожалуйста на Рязани. Здесь есть как бы две струи такие, потому что мы назвали «Бубновый валет» звезды и спутники. Это либо общеизвестные имена, которые являлись и основателями этого объединения. Оно, кстати, возникло в 2010 году, а в 2011 появилась выставка. А есть совершенно забытые по многим причинам, ну допустим, Клюшников. Я не видел ни одной его работы в Масле, ни в одном собрании. И, честно говоря, ни в одном музее не видел. Или, допустим, Сюрваш. Это очень известный на Западе художник. Был другом Пикассо Матисса, и там его хорошо знают, а в России его почти никто не знает. На этой выставке представлен целый ряд художников, которые изменили стилистику бубнового валета. Такое сопоставление классиков, авангардной живописи и малоизвестных имен тоже имеет определенную ценность. Лорионов вообще мой любимый художник из этого направления, этого периода. Ну, во-первых, он был лидер всего авангардистского движения в 10-е годы. И тогда еще никто толком не слышал имена Малевича, Татлина, Шагала, Кандинского. Это были второстепенные фигуры до 15-го года. Представители объединения стремились освободить живопись от литературности, вернуть только ей присущие средства – цвет, линию, пластику, красочную лепку форм. Бубновый валет оставил глубокий след в истории мировой культуры. Произведения, входивших в него авторов, ныне признаны классикой. На выставке в музее представлено более 30 экспонатов живописи и графики 24 авторов. Выставка работает до 20 мая. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Смотрите наши выпуски на сайте город62.tv и в социальных сетях телекомпании. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова